Третьеклассница Настя Бараник репетирует стих, который она подготовила специально для участия в кастинге. Девочка занимается танцами и вокалом, а участие в кинопробах принимает впервые. Я хочу выступать в фильме, но всё равно я считаю, что главное не победа, а главное – участие. Советы Насте даёт дедушка Сергей Николаевич, профессиональный артист на пенсии. Говорит, тоже не против принять участие в съёмках фильма, если понадобятся актёры на роли взрослых. Я сам бывший театрал, проработал почти всю жизнь в Магара, до этого в ровно два года. Привёл внучку, чтобы пошла по стопам дедушки и бабушки. Но я самому, так как на пенсию ушёл, хочется вспомнить театральную жизнь и сняться, если получится. В свои очереди на кастинг дедушка с внучкой ждут долго. Участие в пробах принимает несколько сотен претендентов из Запорожья, Энергодара, Меритополя и Васильевки. Пробуют свои силы как дети, так и взрослые. Многие уже имеют опыт таких конкурсов, поэтому делятся с новичками секретами успеха. Главное – хорошо выглядеть, хорошо улыбаться, хороший разговор должен быть. Надо вести себя прилично в каждых местах. Режиссёр фильма «Часпик» Александр Молодцов снимает уже не первую картину в Запорожье. До этого были работы «Байки» и «Бабайки», на которые актёров также отбирали с улицы по кастингу. Александр рассказывает, на что обращает внимание в первую очередь. Самое основное – это харизма человека. То есть, моя основная задача – увидеть в человеке то, будет это ребёнок, либо это будет взрослый, то, на что могут обратить внимание зрители. Потому что, чем больше человек запомнится в кадре, тем больше о нём потом будут говорить. Соответственно, у нас, извините, на этом построена вся популярность. Поэтому, это, возможно, неординарность. Это ярко, возможно, выраженная мимика лица. Это какое-то актёрское мастерство. Наконец, дошла очередь демонстрировать мастерство Насте и Сергею Николаевичу. После домашнего задания комиссия предлагает экспромтом разыграть сценку из жизни. – Что сделали? – Ничего. – А глазом вижу? – Да ничего я не сделала. – Ну честно. – Базу разбила. Судя по бурной реакции зала, с заданием дедушка и внучка справились успешно. Сами тоже довольны своим выступлением. – Хорошо, только перенервничала немножко. Ну, первый раз. Ничего. Зато разыграла сценку хорошо. – Было, если честно, немного страшновато, но весёлое, так сказать. – Не книжать артисткой? – Не. В этот день просмотр потенциальных артистов продолжался до позднего вечера. Организаторы планировали набрать 60 человек, но талантливых претендентов оказалось гораздо больше. Такого большого количества желающих сняться в кино организаторы не ожидали. Участие в кастинге приняло более 300 человек. Творческая группа говорит, кому не хватит ролей в фильме «Сейчас пик», смогут принять участие в следующих работах режиссёра Александра Молодцова. Продолжение следует...